Большое спасибо всем, что вы пришли, во-первых. Во-вторых, большое спасибо Вике, Саше и замечательной школе Smart за то, что нас сюда позвали и что есть возможность показать наш последний фильм. Я скажу буквально несколько слов вначале для того, чтобы представить этот фильм и объяснить, как он появился. А дальше, после фильма, я с удовольствием на все вопросы, которые могут возникнуть, отвечу. И про этот фильм, и про любые другие фильмы, которые мы снимали и делали. Значит, этот фильм называется «Выбирая Россию» или «Acting Russia». Мы снимали его, начиная с мая 2017 года. Появился он, и идея его снимать появилась как ответ на те события, которые происходили в Москве в феврале и марте 2017 года, когда на улице Москвы вышло много молодежи. И когда Навальный опубликовал свое, ставшее впоследствии знаменитым расследование «Он вам не Димон», и возникло ощущение, что какая-то возникает новая политическая реальность, что есть какое-то ощущение перемен. И вот эти перемены мы хотели каким-то образом схватить средствами документального кино. И для того, чтобы этот фильм появился, я позвал замечательного совершенно режиссера-документалиста, Сашу Русторгуеву, чтобы он вместе с нами этот фильм снял. А Саша один из самых, может быть, самый талантливый документалист, который работал в России в последние 20 лет. Вы знаете, что он снял в том числе замечательный совершенно фильм про предыдущую волну протестов, которая называется «Срок» в 2011 году, вместе с Павлом Костомаровым и Алексеем Пивоваровым. И, в общем, это была очень для нас какая-то интересная и важная работа в течение года. И этот фильм вышел ровно год тому назад, перед президентскими выборами. Он вышел на всех основных европейских телеканалах. Делали мы его по заказу немецко-французского канала, который называется «ЗДФРТ». Кроме этих стран, он вышел, как во всех остальных странах европейских, в телевизионной версии. И мы рассчитывали, что мы продолжим работу над этим фильмом. У нас продолжались съемки. И к осени прошлого года мы рассчитывали, что мы сделаем версию уже для российского проката. Но летом прошлого года Саша поехал вместе со своими двумя товарищами снимать следующий проект в Африку. И там он погиб. И до сих пор полной картины того, что там произошло, нету. Идет расследование. Но с точки зрения этого фильма оказалось, что вот эта версия, которую я сегодня показываю, это та версия, которая уже никак не изменится. Потому что мы уже не будем ничего менять в ней. Вот она, так сказать, как ее тогда мы закончили, она такой останется. Значит, мы показывали этот фильм в России несколько раз. Мы на него тоже, кстати, получили, как и на предшествующие наши фильмы, прокатное удостоверение. То есть он как бы легально в России существует. Это заняло три месяца. Но, тем не менее, в общем, нам это удалось сделать. И официальный первый показ был 12 июня прошлого года в Третьяковке, в инженерном зале. И они еще один раз показали его. Но после второго раза им уже позвонили из Министерства культуры, сказали, что больше показывать этот фильм не нужно. И помимо этого был еще один показ у нас в Ярославле. В Ярославле есть небольшой кинотеатр частный. Который не боится санкций официальных властей и хорошее кино показывает. Вот. Так что было три показа всего. Значит, здесь вот мы на прошлой неделе показали этот фильм в Харимовском институте в Колумбии. Был большой показ тоже с дискуссией, очень интересной после. И вот сейчас, соответственно, Бостон, второй город, которым мы этот фильм показываем. В силу наших родственных отношений с этим местом. Это какая-то прогулировка. Значит, ну что, тогда, наверное, можем тушить свет. Да, и я нажму на одном комнате. Я боюсь, что тебе Собчак покатит бочку за то, что ты ее показывал в полтора раза шире, чем... Собчак была недовольна, на самом деле, этим фильмом. И даже пыталась нам помешать его выпустить и требовала, чтобы мы вырезали эпизоды своего участия. В общем, предпринимал попытки. Ну, почему я была недовольна, что я не понравился. Аргументы какие-то. Сам фильм, какие-то элементы фильма. Что она считала? Что это нехороший фильм? Нет, ну там сложная история. Она заключается в том, что Собчак, вообще говоря, хотела, чтобы Саша Расторгуев снимал про нее отдельный фильм. Просто дело в том, что действительно, когда снимался срок и когда в 2011-2012 году все происходили эти события, там совершенно была другая обстановка, все были друзьями, доверяли друг другу. Вот. И, соответственно, вот, когда было объявлено, что Собчак будет участвовать в президентской кампании, она потребовала, чтобы ей обеспечили Расторгуев. Вот. А Расторгуев в этот момент работал, у него фулл-тайм работа была на радиостанции «Свобода», и мы вместе с ним уже делали этот фильм. Вот. Поэтому он не мог этот фильм снимать, но модель, в которой, собственно, такие фильмы снимаются, модель, которую придумал, в каком-то смысле, разработал Расторгуев, она заключается в том, что это никогда не работа одного человека, это большой коллективный труд. И вы видите, что и в этом фильме масштаб съемок очень большой, много событий, которые происходят одновременно в разных местах. И это мобильные группы ребят, которые должны это успевать снимать. Многие из этих ребят — это выпускники мастерской Марины Разбежкиной, которые учились у нее, которые, благодаря ее технике, скажем так, понимают, как завоевать доверие объекта съемки, как сделать так, чтобы вот этого расстояния между зрителем, нами и героем не было бы. Мы во многих эпизодах этого фильма, которые в основном посвящены молодым активистам, мы видим, как это работает, как мы буквально несколькими кадрами мы получаем представление о том, что это за человек. И, в общем, Саша предложил Ксении, чтобы ее снимали его товарищи, чтобы это был не он. И вот, в частности, Ксению снимала такая девушка, которая зовут Беата Бубенец, она тоже уже достаточно известный документалист. Она сделала такую известную картину «Полет пули». И мы договорились о том изначально, что мы получим доступ к некоторому количеству съемок Ксении. Ну и, кроме того, большая часть этих материалов, на самом деле, публиковалась, потому что у нее был дневник ее президентской кампании. А раз это опубликовано, мы это можем использовать. Вот поэтому мы взяли то, что мы могли взять, мы взяли то, что было в общем доступе. Вот из этого получилась вот эта линия, связанная с Ксении. Но она, конечно, была этим крайне раздосадована, потому что это было совершенно не то, что, так сказать, она хотела видеть. И она звонила нам и требовала, чтобы мы эти фрагменты вырезали. А когда мы этого не сделали, она, в общем, достаточно жестко отомстила, расторгнула его, потому что там был такой ключевой момент, вот как раз, когда было 18 марта, когда были выборы, и решался вопрос, от каких кандидатов, какие наблюдатели будут в каких регионах. Вот. И Саша должен был лететь вместе с Навальным в Грозный, вместе с наблюдателями от Навального. Вот. И он, узнав о том, что там в Кемерово партия «Яблок» отозвала все документы, которые позволяли бы наблюдателям Навального осуществлять наблюдение на выборах, и Кемерово оставалось практически без наблюдения. Кемерово — это один из таких регионов, в которых, как бы мы знаем, исторически, за счет Амана Тулеева, там всегда были аномальные результаты голосования, похожие на те результаты голосования, которые были в Кавказских республиках. Вот. И Саша, понимая это, импульсивно у него было удостоверение от штаба Собчак, он подписал несколько вот этих бумаг, которые позволяли направить наблюдателей от Кемерово, что он не мог делать, то есть это, как бы, он на это не имел права. Вот. И когда это всплыло, Ксения воспользовалась, так сказать, этим обстоятельством, она, так сказать, из-за этого сделала большой скандал, вот, и Саша, в результате, как бы, его радио «Свобода» было вынуждено уволить, вот, как бы, в избежание, так сказать, каких-то более жестких санкций. Вот. Но это вот, вот это все происходило ровно год назад, как раз вот вокруг мартовских президентских выборов. Скажите, пожалуйста, тот человек, который, прошу прощения, который инструкцию давал Собчак, это Игорь Малошенко или нет? Я его в лицо не знаю. Нет, это не, Игорь Малошенко там буквально мелькает один раз. Один раз, да. Да, вот. Это политический консультант Ксении, который зовут Виталий Шкляров, который работал у нее в советной команде. У меня вот какой вопрос. Я не очень, я понимаю, что логики, трудно увидеть эту логику, но дают разрешение на прокат фильма, да? Значит, идет расчет на то, что фильм будет показывать. Там после двух, трех показов запрещают. Как это вот сочетает? Это те, то же самые, ведь Министерство культуры. Ну, вы понимаете, это же такая многоуровневая система, да? Значит, это прокатное состояние они нам не давали в течение четырех месяцев. Потому что мы подали документы так, чтобы успеть к показу как раз вот сразу после выборов. А кто это они? Министерство культуры. Министерство культуры. Вот, и они, значит, вот прошел март, апрель, май, значит, это было в конце мая. И они нам откровенно сказали, мы должны дождаться, когда пройдет инаугурация, когда будет новое правительство, потому что там считалось нам останется, Министерство культуры, и он останется, и вот тогда, действительно, в конце мая мы получили это прокатное удостоверение. Это чиновник, который сидит на самом низкнем уровне. Он, естественно, так сказать, спрашивает, но формальных, как бы, формальных никаких оснований для того, чтобы нам отказать, нету, да? Кроме того, они понимают, что если они нам откажут, то это очень большой, как бы, козырь нам для продвижения фильма. Да, поэтому они, дальше они, как бы, вот, 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 дают нам прокатное удостоверение. Когда они понимают, что мы, вот, мы с этим прокатным удостоверением, что мы делаем? Мы приходим в главную картинную галерею города, Третьяковскую, да, в главный зал, 400-местный кинозал инженерного корпуса, и показываем это кино там, 12 июня. Они это видят, да, их это не устраивает. Поэтому дальше они, там, кто-то уже, там, на уровне Мединского звонит этой Трегуловой и говорит, зачем, вы же картинная галерея, зачем вам показывать кино, это не ваш профиль. Вот. Но таких мест много, поэтому... Конечно. Поэтому мы продолжаем показывать этот фильм дальше. Чем можно смотреть документальное кино? Есть какие-то специализации? Да, да, да. Да, сейчас в Москве, на самом деле, происходит настоящий бум документального кино. Есть отдельный кинотеатр, центр документального кино, внутри музея Москвы, прямо напротив парка культуры, который просто, только целенаправленно показывает лучшие документальные фильмы. И очень много, кинотеатр «Октябрь», например, где 11 залов. Это место, где происходит каждый год «Арт-дог-фест», один из главных фестивалей документальных. И вне этого фестиваля тоже много идёт документальных фильмов. В принципе, колоссальный интерес сейчас есть к такого типа кино, потому что оно гораздо, так сказать, оказалось более оперативно отвечающим каким-то запросам, затрагивающим гораздо более интересные темы, чем то, что можно, так сказать, делать в игровом кино. Извините, если это совсем наивный вопрос, но, мне кажется, очевидно, что, в отличие от предполагаемых каких-то прекрасных документальных фильмов, там, команды Разбешкина и так далее, смысл этого фильма в том, чтобы вы его смотрели. Вопрос, почему Вы сказали, что непонятно, как это попало в интернет, и почему Вы это забрали, и почему не предпринимаются какие угодно действия, чтобы это видели? Ну, это хороший вопрос. Ну, здесь, понимаете, здесь есть какие-то объективные вещи, есть субъективные. Значит, субъективной вещью является то, что, как бы, мы, на самом деле, не рассчитывали на то, что, как бы, этот фильм окажется финальной, как бы, версией. Потому что, ну, потому что, там, для тех, кто видел, так сказать, другие фильмы Расторгуева, да, вот, так сказать, понятно, что это, действительно, что это, там, режиссер абсолютно, как бы, мирового уровня, да. И, да, и нам, конечно, хотелось вместе с ним, здесь уникальный материал, собран совершенно, да, и здесь очень многое из того, что было снято, просто не вошло. Не вошли, например, вот эта девушка, которая в Мурманске, там есть невероятный совершенно эпизод, который просто мы вынуждены были убрать, когда выясняется, что это ее, вот, Лаура, ее подруга, потому что она попадает в больницу после аварии. И эта Лиолетта бьется об двери этой больницы, и она не может туда попасть, потому что она никто по отношению к этой девушке. Вот, но вот в рамках такого формата это невозможно, так сказать, рассказать. И таких, как бы, моментов было много. Вот, поэтому мы, конечно, хотели бы, и у нас был план, что мы сделаем гораздо более, эмоциональную и художественную версию, да, потому что здесь очень много, к сожалению, форматных вещей, да, вещей, которые нужно, там, объяснять тому зрителю, который не находится внутри контекста, да, скажем так, ну, ну, не обязательно слушать, там, что нам говорит немецкий политолог, да, это, как бы, это не необходимая вещь. И даже, там, при всем уважении к Михаилу Борисовичу Ходорковскому, тоже, как бы, без него тоже можно было бы, так сказать, обойтись, ничего страшного бы не было. Вот. Но, когда Саша погиб, оказалось, что это, как бы, что это все, что мы уже больше к этому не, так сказать, не будем, так сказать, возвращаться к этой работе. И поэтому, поэтому с точки зрения того, как сделать так, чтобы этот фильм увидел ли все, ну, вот, мы, наверное, скоро это выложим в интернет, да, и это будет, так сказать, в общем доступе. Вот. Просто это тоже нужно сделать, скажем так, эффективно, таким образом, чтобы, как бы, чтобы все те, кто хотят этот фильм, увидели, чтобы они его увидели. Вы сказали, что основные материалы, почти все или основные материалы из общего доступа. Вы могли бы расшифровать? Ну, вообще, я имел в виду, смотрите, здесь есть несколько, как бы, блоков. Под общим доступом я понимаю то, что касается материалов съемок, связанных с президентской компанией. Вот. У президентской компании «Собчак» был свой сайт, который назывался «Собчак против всех», и там они абсолютно, так сказать, с регулярной периодичностью выкладывали ролики. Вот. Когда мы видим, например, «Собчак», который готовится идти на пресс-конференцию к Путину и задавать вопрос, это оттуда, или когда мы видим «Собчак», который купается в проруби, это тоже оттуда. То есть это то, что есть в интернете. Если это есть в интернете, это опубликовано, значит, это уже является, скажем так, это находится в публичном пространстве. И другие кинетографисты, которые снимают свои фильмы, они могут это использовать. Разгон демонстрации. Нет. Все остальное, все остальное, это, значит, наши собственные съемки, которые проводились. Вот в течение, вот, все, что вы видите, и где написано, что это там, или 17-й, или 18-й год, это снимали наши ребята, которые работали вместе с Сашей. Сначительности предснимал Саша все. Вот, например, самые вот эти вначале эффектные планы, когда мы видим вот этого мальчика, космонавта за шлемом, да, вот это классический такой вот Расторгуев, его, так сказать, метод. Там есть такой момент. Очень многие массовые съемки, особенно разгон демонстрации, сняты с очень близкого расстояния. Да. Это камеры или телефоны? Это или очень маленькие камеры, которые выглядят как фотоаппараты. Они практически, как бы, никакой нет между ними и героями дистанции. Вот. То есть в основном это они, там, с телефонов, ну, по-моему, ну, может быть, какие-то там несколько планов, но в основном это вот эти камеры, которыми сейчас можно добиваться вот такого невероятного приближения. Скажите, а полиция не отбирала камеры? Ведь они отбирали все материалы, плакаты, все, и позволяли снимать? Ну, нет. Или у вас было несколько камер? Нет, конечно. Вот чтобы снять такой массовый митинг, это порядка пяти-шести человек, которые снимают с разных точек. И бывало так, что кого-то забирали одного. Но, в принципе, мы, все эти съемки мы делали вместе с радиостанцией «Свобода». Вот. И у них у всех были фейс-карты, поэтому, если есть удостоверение журналистка, то полиция не имеет права задерживаться. Хотя, конечно, они все равно задерживаются. Но, во всяком случае, есть возможность довольно быстро, скажем так, этих людей, незаконно задержанных, освободить. Фильм, конечно, очень интересный, и я с удовольствием посмотрела. Но у меня еще более наивный вопрос. Какая была задача? Или вот то, что сказал Ходорковский, что демократия – это тогда, когда не одно имя, а многое? Или показать, что вот есть все-таки Навальный, и его поддерживают? Хотя, если вдуматься в цифры, 92 тысячи для страны такой, как Россия – это не такая массовая поддержка. Кроме того, разговоры о том, что действительно, почему же он все-таки на свободе, ничего, его там арестовывают, выпускают и так далее, они проскальзывали много и там, и здесь, и везде. Вы знаете, ну, смотрите, у нас не было, на самом деле, вот такой, как бы, задачи, как бы мы не ставили, представили, задачу агитировать за Навального. И не хотели бы, чтобы этот фильм воспринимался однозначно, как, так сказать, фильм, который, как бы, рисует Навального, так сказать, в каких-то вот таких розовых, так сказать, тонах. И более того, я скажу, что мне кажется, что фильм, на самом деле, он не, как бы, он никаких, не дает никаких ответов. Да, то есть он дает пищу для размышлений, дает, как бы, материал для анализа. Да, потому что он пытается, так сказать, выхватить вот какие-то новые вот эти ростки, которые появляются сквозь Навального, сквозь Собчак, сквозь вот этот бетон путинский. Да, вот он пытается вглядеться в фильм и Саша. Это только, на самом деле, ведь тут что важно понимать, что мы, когда начинали этот фильм, мы совершенно не знали, чем он кончится. Да, как бы, ответов-то никаких не было. Там мы, как бы, вот этот был первый, как бы, инстинкт, что, ну вот, так сказать, начало происходить что-то интересное, да, вот появился, как бы. Но чем это все кончится? Зарегистрируют его, не зарегистрируют. Зарегистрируют, посадят его навсегда. И, как бы, никто же не знал, что будет Собчак, например, вот, когда мы все начинали, да. Вот, поэтому никаких ответов не было. И наше отношение к этому тоже менялось, потому что Саша, например, он с самого начала сказал мне, что, это, ты уверен вообще, что я тот человек, который нужен для этого фильма, потому что меня Навальный не подпустит близко. Навальный изменился очень с 11-12 года. Он совершенно стал другим, да, и мы видим в нем, на самом деле, вот, даже в этом фильме, вот эти тефлоновые качества политика, который, на самом деле, в общем-то говоря, делает селфи с большим количеством людей, несмотря на то, что произносит огромное количество правильных слов. И Саша, как настоящий документалист, вообще говоря, это очень чувствовал. Он, это лицемерие политическое всех чувствовал хорошо. И замечательно Кирилл Рогов как раз это сформулировал. Он сказал, что Расторгур вскрывает политиков, как консервные банки. Вот, поэтому здесь нету, как бы, никакой, вот, что за сверхзадача. Сверхзадача была сделать честное кино, и нас, в каком смысле, жизнь все время, так сказать, свою драматургию нам навязывала. Да, потому что мы, в принципе, не собирались посвящать Собчак, так сказать, какого-то большого количества времени. Но так получилось. Так получилось, что она, как бы, вот эту драматургию в фильме создала, и, в принципе, она там нужна. Я совершенно не жалею, что вот эти все эпизоды с ней, так сказать, туда вошли. Ну, кстати, сказать, когда она здесь давала интервью, я не помню, по какому каналу, она довольно разумно сказала, что она не видит ничего плохого в том, что вот слова в пользу, там, демократии, свободы, таких меньшинств, всяких меньшинств, прозвучат для всей страны, поскольку она официальный кандидат, то ничего в этом плохого нет, и в этом она видит свою, как бы, миссию. То есть, изначально я сказала, что совершенно такой брелеск, что это Ксения Собчак, а потом, когда я вдумалась в эту мысль, я сказала, что вполне это... Ну, в словах, наверное, ничего страшного нет, и очень хорошо, что эти слова произносятся, но, понимаете, одновременно происходит чудовищная компрометация в принципе оппозиционной деятельности, это превращается в шоу, то есть это как бы это гастроль, которая, так сказать, вот она прошла, и всё, и никаких следов от этого не осталось. Это ж темно, что её слышно, а если быть здесь, в этом фильме, я считаю, что это абсолютно лишний кадр. Тимоти Фрай, который представлял как раз эту дискуссию нашего в Нью-Йорке, в Колумбии, он как раз вёл дискуссию с Ксенией Собчак, который приезжал в Колумбию и давал там большую, как бы, пресс-конференцию. И он мне сказал, что вот первый вопрос мой, который я задал Собчак, был следующий. А что вы вообще здесь делаете? Почему вы вообще в Америке находитесь за две недели до президентских выборов? В чём смысл? Вы в какой стране баллотируетесь? Чем она сейчас занимается? Чем она сейчас занимается? Тем же, чем и раньше. Она занимается светской жизнью. А чем изменился Навальный за этот год? Навальный, ну как, он стал... Он стал... Политиком стал. Он стал, в каком смысле, таким большим медиабрендом. И самостоятельным. То есть у него очень большие возможности с точки зрения как бы мобилизации аудитории самостоятельной через YouTube, через все соцсети. Они каждую неделю по несколько делают, так сказать, программ. И ему, в общем, никто не нужен. То есть ему все, как бы, вот все... И это плохо. Но он всё-таки как бы вскрывает. Это... У людей не нужны. Понимаете как? Это само по себе неплохо. Но это его, на самом деле... Он в каком-то смысле оказался в таком интеллектуальном одиночестве. Вот за счет того, что он, так сказать, себя оградил от каких бы то ни было, так сказать, партнерств. За счет того, что он вот такой, как бы, остался один, подавляющий вокруг себя все остальное поле тоже, на самом деле. Ему нужно создать теневую подъемку. Ну, да, но это вопрос, как бы, идеологии. Он не хочет, как бы, вставать ни на какую позицию, потому что он, так сказать, вот методично пытается, так сказать, получить власть. Да, и дождаться вот этого, так сказать, того момента, когда он это сможет сделать. А кто его поддерживает? На что эта вся организация его существует? Ну, как? Значит, есть вот этот, есть действительно этот краудфандинг, который здесь упоминается в фильме, что они действительно, как бы, ну, скажем так, они первыми научились эффективно собирать довольно-таки большие деньги. Мы видели, например, там, вот сейчас, так сказать, когда пытались закрыть New Times, Альбатс, там, за пять дней собрала 22 миллиона рублей. Это были, как бы, довольно внушительные результаты. Вот, там, Навальный собирает, они за год собрали 240 миллионов рублей. Но, естественно, что это, как бы, не все, как бы, возможности, которыми они располагают. Конечно, у него есть поддержка, которая, там, не афишируется, которая скрывается. И, ну, это, это большое предприятие, как бы, с большим ресурсом. То есть, это предприятие или это какая-то партия политическая? Ну, полноценная, это политическая партия. Вот он попытался, он, как вот этой компании президентской, он попытался превратить это не столько даже в партию, сколько в движение. Да, потому что, конечно же, вот все эти ребята, которые существуют в регионах, они, конечно, являются базой поддержки. Другой вопрос в том, что они все придерживаются разных политических взглядов. Там есть, как бы, вот этот замечательный водитель маршрутки из Астрахани. Он, конечно, например, политически ближе, например, к националистам. Какие-нибудь вот эти калининградские мальчишки замечательные, они, у них совершенно другие политические взгляды. Вот он их, как зонтиком, пытается, так сказать, всех объединить. Вот, но дальше вот это закончилось, вот этот, как бы, президентский, так сказать, турнир. Дальше они там все существуют сами по себе, свои локальные повестки. И она, на самом деле, может оказываться даже гораздо более эффективным катализатором политическим, чем федеральные все вот эти вопросы. И вот мы, на самом деле, это видим по результатам последних выборов на Дальнем Востоке, что, как бы, поддержку оппозиции могут в гораздо большей степени создавать вот эти локальные проблемы, которые не решаются. И которые они гораздо лучше понимают, чем там любой Навальный. Меня очень интересует, какова жизнь продюсера таких фильмов в Москве. Кто-то нападает на вас, или кто вас поддерживает. И как вы выживаете во всем этом? Нет, ну на нас, слава Богу, никто не нападает. Вы по деревяшке постучите. Да, точно. Нет, ну, понимаете, на самом деле парадокс ситуации заключается в том, что что у меня нет ощущения, например, что, скажем так, что мы находимся в каком-то там меньшинстве, да, и что есть вот это, как бы, вокруг все. То есть этого нет, на самом деле. Есть огромное количество людей, которые придерживаются этих взглядов, которые, на самом деле, помогают и поддерживают, которые могут быть в самых разных местах. И в Министерстве культуры, и в Третьяковской галерее, и где угодно. В Ярославле, во Владивостоке и так далее. В милиции, наверное, есть. И в милиции есть, конечно, да. То есть, и здесь вопрос в том, что вот это, как бы, как бы эта ситуация, вот чуть-чуть стоит этому качнуться, да, и люди себя будут совершенно другого вести. Вот поэтому, поэтому я не считаю совершенно, что ситуация безнадежна. Вот она очень тяжелая, конечно, она становится хуже. Вот, но, тем не менее, вот мы, видите, за, там, с 14-го года, я единственное, что сделал, я просто, я перестал снимать художественное кино. Я до 14-го года снимал, в основном, художественные фильмы и сериалы, да. А сейчас мы снимаем, как бы, один за другим документальное кино, потому что это то, как бы, что гораздо больше дает отдачу, и гораздо больше эффекта, и гораздо больше удовлетворения. Ну, как же граница этого, с этим фильмом, вы знаете? Очень хорошо. Да? Они понимают, вообще, так сказать? Ну, понимаете, таких фильмов, на самом деле, немного. Много, да? Немного, немного, немного. Этот фильм, мы, с того момента, как мы его закончили, мы его показывали на нескольких больших конференциях, которые были посвящены России. И для меня это был новый опыт, потому что я привык к тому, что там, скажем, нам приглашают на кинофестиваль, да. Вместо показа фильмов это кинофестиваль. А тут мы, значит, вот, например, там была конференция Восла, которая организовала New York Times Review of Books вместе с Кольтой. Да, и вот, значит, вот Восла мы показывали всем норвежским словистам, политологам, журналистам этот фильм, потому что это действительно довольно, как бы, такой уложенный и эмоционально-информативный слепок того, что там произошло в стране за последний год. Такого мало. Потому что или есть чистая пропаганда, с одной стороны, с другой стороны, а вот таких, как бы, комбинаций аналитически-эмоциональных каких-то подходов, их, это редкость. И здесь основное достоинство, конечно, заключается в том, что это снял Сашу Старбул. Это, как бы, вэлью этого фильма. А что вы будете теперь делать? Саши нет. Мы теперь снимаем фильм, посвященный его памяти. А в какой стране он погиб? Он погиб в Центральной Африкой. В Центральной Африкой. Это вот когда журналист, там, три человека? Да, да. Да, он был один из них. И какие предположения? Ну, там предположение заключается в следующем, что это одна из тех стран, где на сегодняшний день тоже достаточно серьёзное присутствие частных военных компаний российских. Да, именно. Роль фовара великой. И, собственно говоря, их фильм, который они там собирались снимать, был посвящён расследованию деятельности этих частных военных компаний. И они провели там меньше трёх дней. То есть, есть основания? Есть основания, да. Есть основания. Даже есть уже, скажем так, с тех пор уже опубликованы биллинги телефонов, которые указывают абсолютно на определённом направлении. Кулинарный человек. Ну, кулинарный, скажем так, ну, повар, ну, вы, путины. А? Вот. Так что вот... Чем вы сегодня занимаетесь? Ну, вот один из проектов, который... Вот я отсюда полечу в Прагу, послезавтра, и мы там показываем первые фрагменты фильма, который будет посвящён памяти Саши Росторгова, который делают его ближайшие товарищи и коллеги. А есть ещё кто-нибудь в России, который делает вот такой план на фильмы? Знаете, ну, на самом деле сейчас много появилось ребят замечательных совершенно, вот, которые такое кино снимают. Есть очень хороший на Радио Свобода проект, который называется «Признаки жизни». Вот я всех, кто как бы интересуется документальным кино, я как бы призываю это смотреть, это всё на сайте доступно. Они раз в неделю там выкладывают короткие 15-20-минутные фильмы. На сайте Свобода? На сайте Свобода, да. Это очень хорошего уровня документальное кино, актуальное. Ну, вот, значит... Ну, и этим не исчерпываются, потому что я только что, вот, мы сегодня смотрели совершенно новый фильм, который ещё даже не вышел, он заканчивается, который посвящён памяти. Это история дома в Москве на улице Каляевской, номер 5. Сейчас это улица Слободская. Это дом, в котором жили работники наркомата иностранных дел, наркомата торговли. И это второй после дома правительства дом по количеству репрессированных. После дома на набережье. Да, да. И вот девочка сняла совершенно замечательный фильм про человека, который живёт в квартире в этом доме и понимает, что эта квартира ему, его семье досталась от семьи репрессированных. И единственное, что он знает в начале фильма, это то, что человек, которого оттуда забрали, что у него была фамилия Гуревич. Гуревич? Да. И вот он на протяжении многих лет ищет следы этого Гуревича. И вот мы через фильм видим весь этот механизм, как он сначала через архив, при помощи мемориала, дальше ниточка за ниточкой. И его папа мальчиком помнят, как когда они первый раз пришли в эту квартиру, там были две девочки. А когда они на следующий день пришли, уже никого не было. И дальше мы видим сцену, когда уже его папа совсем старый, они находят этих двух девочек уже пожилых, женщин. И дальше появляются письма этого Гуревича уже из лагеря, который... А папа кто? Папа кто? Гуревич. Он был инженером института гидропроекта, который относился к системе НКВД, и поэтому они получили эту квартиру. То есть они не были частью сами, так сказать, НКВД. А этот Гуревич жилым, он вышел из лагеря? Нет, он умер в 42-м году. А как называется? Фильм «Каляевская пять» будет называться. Вот. И этого очень много. Такого хорошего документального кино. Или вот только что, опять же, мы устраивали премьеру, замечательный фильм сняли про историю советского диссидентского движения, который называется «За успех нашего безнадежного дела». Вы снимали? Нет, это снял французский журналист Николай Милетич, который много лет жил в Москве. Много лет всех снимал. Вот сейчас из этого тоже получился фильм. И фильм называется «За успех нашего безнадежного дела». Он может быть на интернете? Ну, пока нет. Пока нет. Пока вот он показывается тоже вот так по кинотеатрам, по фестивалям. Через некоторое время, я думаю, он выложится, конечно. Спасибо. Спасибо. Женя, спасибо вам огромное. Всех, я думаю, дать вам оборудование. Очень интересно.